добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о моральном авторитете и о призвании третья составляющего вторичного призвания состоит в том что она определяется личностью и характером каждый из нас обладает определенным темпераментом каждый из нас обладает определенными качествами каким-то опытом который сформировал нас как личность и бог он действует исходя из этого когда мы говорим о вторичном призвание каких-то конкретных вещах которые мы должны делать мы должны понимать что бог давая призвание понимает что есть вещи на которые мы просто не способны а есть вещи без которых мы абсолютно нет не сможем прожить сегодняшний день есть люди и у меня есть ряд знакомых которых я называю адвокаты если при них о ком-то отсутствующим скажут какие-то негативные слова эти люди в обязательном порядке начинают их защищать они делают это рефлекторно это часть их естества и это люди которые очень хороши в утешении в поддержке людей которые падают духом это те люди которых бог направляет именно в эту сторону если чем жесткие структурные люди которым хорошо было бы быть администраторами если люди которые умеют делать определенные вещи а есть люди которые на определенные вещи просто не способны и бог учитывает это знаете я более чем уверен что в любой момент нашей жизни бог имеет с нами дело имеет дело с нами такими какие мы есть господь не ожидает когда мы изменимся станем лучшими он берет в удел тех нас которые на и ну являются сейчас есть один друг и в свое время когда мы молились и думали о служении он он говорил так сначала я стану совершенным святым как апостол павел а потом пойду и буду служить но знаете апостол павел пошел служить не тогда когда стал совершенным он пошел служить тогда когда бог его призвал мы с вами становимся отцами не тогда когда мы готовы никогда мы поняли что у нас все в порядке весь круг нашей жизни находится под совершенным таким знаете колпаком мы становимся отцами в тот момент когда рождаются наши дети готовы мы к этому или не готовы мы уже стали родителями и вот здесь очень важно понять что наше вторичное призвание определяется нашей личностью прямо сейчас вот в этом конкретном моменте времени и в конкретной точке если ты на что-то способен то ты должен понимать что бог дает тебе направление в эту сторону будь внимателен к этому и не думай что сначала нужно стать совершенным а потом ты будешь нужен богу ты нужен ему такой какой ты есть в данный момент